Привет, друзья! Вот как раз таки мы сейчас и определяемся. Я как раз таки с нашим Фёдором разговариваю, с Макаром. Уже пора в райскую группу туда дать ссылку, прикрепить сейчас под этим роликом, чтобы можно было туда войти, но имейте в виду, друзья, райская группа потому и называется райская, потому что это игра в Бога. Это открытие творческих качеств, где я буду, там будет в райской группе комнаты такие, и каждый в отдельности может со мной разговаривать и свой проект вести. Вот он ведёт какой-то свой проект в жизни, а я берусь его сопровождать. Сопровождать, чтобы... Ну вот он, например, говорит, вот я там стараюсь сделать это, стараюсь сделать это, это не зависит от того, в какой области жизни. Что-то у меня не получается, помогите мне. Ну, потому как у вас самый лучший метод в мире, я в этом убедился, смотрел отзывы и так далее, такого метода больше нет. И он меня убедил. Я его беру туда, в этой райской группе, комната какая-то. Это комната лично его, конкретного человека. И в соседней комнате люди не знают, какой проект он ведёт. Но это же важно, вдруг у вас какой-то проект, вы не хотите, чтобы все знали. Мало ли чего, это ваше личное дело. Моя задача, как автора этого метода, время своё посвящать для того, чтобы вы могли, вот это, получая сопровождение, философское, психологическое методику, я вам буду помогать, какие приёмы вам лично подбирать для того, чтобы гармонизация у вас внутри быстрее происходила, в направлении решения своих задач, чтобы вы быстрее результаты получили. Вот что это такое. Поэтому я прикреплю сейчас там эту ссылочку. Это поразительная штука. Сколько мы об этом думали. Потому что есть люди на самом деле, которые бьются, бьются, хотят решить какой-то вопрос, и им вот именно нужно это сопровождение, именно индивидуальное. Ну, пожалуйста, потому что я как раз занимаюсь обучением изобретателей, обучением спортсменов, обучением писателей. Для чего? Чтобы снимать штампы и стереотипы, которые накапливаются. Даже у художника опытного, который рисует, и то накапливаются штампы и стереотипы, которые время от времени надо сбрасывать, чтобы увидеть всё свежими глазами, обновиться, включить у себя вдохновение. Вот это я буду помогать делать. Так что смотрите. Да, Женя? Да, что? Подскажи, пожалуйста, Федя, скажи, скажи. Как старик Хаттабыч, только без волшебства. Да, как старик Хаттабыч, только без волшебства, потому что научный метод. Ну, вы все знаете, друзья, метод научный. Мало того, официально утверждённый. Даже в учебнике его часть есть. И не один раз. Да. Кстати говоря, ну ладно, это уже такой вопрос про военные дела и прочее. Там же метод, вообще-то, спецназа, я же его для чего делал? Для спецназа, для лесопасных и творческих профессий. Ну, конечно, конечно, которые помогают очень быстро получать результаты, которые по другим методам требуют месяцы и годы. Да. А и когда вы этот метод соединяете с другими методами, там эффективность повышается. Хоть это метод восстановлительный будет, хоть какая программа обучения, тренировки. Федя, я правильно всё говорю, нет? Да, всё правильно. Индивидуальное сопровождение. Индивидуальное сопровождение, да. Ну да, потому что, почему, откуда у нас родилась эта идея? Потому что мне всё время звонят. Со всего мира люди звонят. От Чикаго до Бомбея, от Греции до Кишинёва. Все звонят, ну, у нас же школа хорошая, книги мои читают на разных языках мира. Вот вышло наше прошлое на русском языке, опять, статус бестселлера. Это для кого говорю? Для новичка, который просто не знает, с кем он общается. Я почему-то всегда для того, чтобы расширить школу, как бы с новичком разговариваю. Потому что он не знает, что такое ключ, он не знает, что такое ключ-2. Да, он говорит, а это же есть в йоге, в медитации, это есть в цигуне. Да нет там этого. А как раз таки ключом можно быстрее цигун постичь, медитацию постичь, там много чего постичь, чего хотите. Видите, Федя не подумает, что я просто такую рекламу себе делаю, нет? Чтобы вы так не подумали, просто откройте ролики на YouTube-канале у меня. И, наконец, прочтите в описании, с кем вы разговариваете. Чтобы я долго не тратил время рассказывать, какой я великий, какой я умный, какой я хороший. Вы это просто возьмёте. Я немножко юморист, поэтому так со мной разговаривать легко, потому что мы всё вместе создаём науку человечности, в которой есть. Доброта спасёт мир. А вы помните, что я сказал в прошлом ролике? Комара-беспилотника сейчас запускаю тоже, который наведёт порядок, и вы понимаете, о чём я говорю. Если кто не понимает, посмотрите прошлые ролики, поймёте. А это вот у меня красный пианист, который был красным, а теперь я работал. Работал, а мне сейчас вот там мой друг из Америки написала. Ок, Маша, ок, привет. Что-то глаза тревожные такие, растерянные. Вереные. Но если так кажется, я могу изменить её, потому что я же работаю как коллективный товарищ, а у нас коллективное творчество, коллективный разум. На самом деле я ищу братьев по разуму. Потому что большинство ко мне, которые приходят, это приходят люди. У меня палец болит, у меня спина болит. Да. А мне ещё, кроме этого, я же им всем бесплатно помогаю. Кто не хочет в райскую группу, кто не хочет платить деньги, пожалуйста, бесплатно или без, у меня постоянно идут. 90% времени я трачу бесплатно. Так, райская группа дорогая, потому что я своё личное время буду персонально сопровождать вас. И я ищу братьев по разуму, которые вместе со мной хотят улучшить мир, создать лучшее качество жизни, потому что надоело уже мне это терпеть, как и вам. Да, как и вам, и нужно сделать будущее. Поэтому наша школа называется «Человек будущего». Приблизить наше будущее, светлое. Наше будущее внутри нас, и наша задача открывать себя. Федя, я правильно всё говорю? Да, всё правильно. Можно только добавить, что это частная, закрытая группа. Частная, закрытая группа. И туда будет никто. И туда... И решать тоже никто. Потому что будет что-то, нечто творческого конкурса. Предварительное собеседование с доктором Хасаем Алиевым. Да, вот... Если что. Да, то есть все туда зайдут, кто хочет, а потом там, в отдельных комнатах, я отдельно, скажем, буду разговаривать об условиях, о проекте. Да, и скажем персонально, мы решим вопрос. И там будем встречаться. Что ещё? Федя, помаши им ручкой, всем друзьям нашим. И ищем братьев по разуму, чтобы улучшить жизнь на планете. Федя, ты готовь ссылку, пожалуйста. Сколько ты потрудился, чтобы набрать там материалов в райскую группу? Кто зайдёт в райскую группу, это всё посмотрит. Что там есть. И выступления мои, и там ссылочки. Да, хорошо. Ладно, сейчас мы Влада попросим, чтобы он разбросал это в интернете, во всех наших сетях. Федя, спасибо тебе большое. А Фёдор, я вам ещё раз хочу сказать, национальную идею мы делали 10 лет. Фёдор, главный редактор национальной идеи, генератор будущего. Я хочу вас пригласить, пожалуйста, в Редейро, откройте, там есть бесплатная часть об этой книге. Откройте, почитайте, потому что там мало кто заходит и не знает, что там такие глобальные вопросы решены. Почему мы всё время переписываем историю заново? Потому что мы находимся между двумя ментальностями. Да, свободы внутренние, свободы внешние. Да, это не географические понятия, это первичность духовных или материальных ценностей. Из-за того, что нет согласованности, из-за этого есть эти пандемии. Из-за того, что изобретатели, например, не имеют ответственности за свои поступки. Даже и творческие изобретения, человек должен иметь внутри себя ответственность. Доброта, ответственность, сопереживание, любовь, чувство бесценности живого, созидание. Кто не создаёт, тот разрушает. И вот сейчас нас разрушают, а наша наука как раз таки для того, чтобы человек был человеком. Федя, я всё сказал или ещё что-то сказать? Да, всё прекрасно, отлично, что бы главное не боялись и активно ходили. А что бояться там, Федя, а что бояться? Что-то можно бояться. А, игра в Бога, игра в Бога, да? Это почему не бояться? Да что бояться, это счастливым надо быть, почему? Играть с чёрта не нужно, а в Бога можно, потому что Бог, творец, игра в Бога – это раскрытие творческих качеств, созидательных качеств. Это как раз таки то, что надо каждому человеку. Да, о чём все религии говорят. Будь человеком. Мы на светлой стороне. Мы на светлой стороне, да. Это даже такая находка была, игра в Бога. Это круто, круто. Райская группа, это круто. Потому что, когда вы получаете результаты, эндорфины включаются, и вы чувствуете такое состояние удовольствия, удовлетворения. Ладно, ладно, вы там увидите, увидите. Федя, я тут закрываюсь, и мы давай ссылочку сделаем. Влада попросим, чтобы ссылку сделал. Всех туда прошу, заходите, и там по комнатам распределимся. Я с каждым в отдельности буду говорить. И кто-то не захочет, допустим, чего-то, да. Пожалуйста, бесплатный ликбез. Есть всё то же самое, абсолютно то же самое на бесплатных ликбезах. То же самое, абсолютно на вебинарах. В зависимости от того, какие у вас вопросы. Вы там на ликбезах и вебинарах выходите в Zoom. Задавайте вопросы. Точно так же я говорю, а райская группа, это индивидуальное сопровождение. Индивидуальное сопровождение в вашем проекте, чтобы вы быстрее получили результат. То, над чем вы бьётесь. Понятно, я уже несколько раз одно и то же повторил. Написался. Ну, конечно, ты подпишешься ещё бы, да. Давай, Вида. Всех друзьям. До встречи. Насчёт картины скажите, если дорабатывают, да-да-да, работаем. У нас же коллективный разум, это модель, это урок. До встречи. Продолжение следует.